Девушки отдыхают 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 Детского Девушки отдыхают 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 Что ж ты, милый жрёвший, жрёвший, а меня не узнаёшь? У него котлета в горле застряла. Вместе с вилкой и рукой по локоть. Он вообще со мной разговаривать перестал. Ну я к подруге, она говорит, ой, да ты не парься. Я знаешь, что думаю? Я вот думаю, что вы как-то ровно живёте. Надо его, понимаешь, вот как-то вывести из равновесия. Вот я помню, окно мыла и все кактусы с подоконника на диван поставила. Вот муж на них с разбегу и прилёг. Знаешь, как он меня внимательно слушал, пока я ему иголки из языка вытаскивала. Вот ты что-нибудь такое придумай. Ой, я думаю, действительно, надо мужа отсюрпризить. Пригласила китайского иглоукалывателя. У мужа же хондроц. Ну вот, пока муж спал, китаец очень опытный, воткнул ему в тело прямо 50 иголок. Я никогда не видела, чтобы люди вставали с кровати, оттолкнувшись ушами. Он опять со мной не разговаривает. Я опять к подруге, она говорит, ой, ну что же делать-то? Слушай, ты подари ему какой-нибудь подарок, а? Вот чтобы он глянул и обалдел. Я думаю, какой же ему подарок сделать? Девочки, думала, думала и придумала. Ой, девочки, я ему на 23 февраля такой подарок сделала. Я у него в гараже убралась. Столько ненужного на свалку выбросила. Столько железяк перетаскала, так устала. А муж, когда гараж чистый увидел, он рот то открывал, то закрывал. Глаза скосил и долго выл. Ну не знаю, что ему не так. Может, ему не понравилось, что я на ворота гаража шторы розовые повесила. Ну и опять к подруге. Она говорит, ой, да ты не парься. Ты знаешь, что я думаю? Ты вот как-то выглядишь скучновато. Надо выглядеть бодро, как бурановские бабушки. Это очень просто. Надо каждый день тело обливать ледяной водой. Холодный-холодный, попробуй. Ну я попробовала. Облила тело ледяной водой. Холодный-холодный. Это меня очень взбодрило. А тело очень орало. Ну муж орал, я же его тело ледяной водой окатила. Подруга говорит, для бодрости свое тело надо обливать. Я говорю, я не знаю. Я мужа тело ледяной водой окатила. Меня это очень взбодрило. Особенно, когда он с просонья по квартире мокрый метался. Идет, шмякается, как пингвин. Ну короче, я опять к подруге. Она говорит, господи, ну что ж мне с тобой делать-то? Не парься. На вот тебе траву, завари ее, дай мужу выпить в обед. Поняла? Эта трава усиливает внимание. Я говорю, поняла. Заварила, дай мужу выпить в обед. Вечером подруге звоню, говорю, ты что за траву мне дала? Она говорит, нормальная трава. Ее дают собакам на границе. Мне дал знакомый пограничник. А я думаю, что мой муж три часа по квартире ползает, все вынюхывает, нюх стер, усы опали, брови, глаза закрыли. Я его зову, а он на меня рычит, паркет рует и туда котлеты прячет. Ну я опять к подруге. Она говорит, не волнуйся, сейчас приду. Приходит, посмотрел на мою квартиру, говорит, ой, все понятно. У тебя в квартире все не по феншую. Феншуй придумали китайцы. Очень просто. Чтобы хорошо жить, надо мебель купить и правильно установить. Он у моей подруги муж пил. Ха, оказывается, табуретка неправильно стояла. Муж сразу пить бросил, когда она табуретку поставила правильно, прямо мужу на голову. Феншуй вещь. Нету в доме феншуя, значит нету. Там любви. Короче, подруга сказала, что кровать, на которой мы с мужем спим, стоит в неблагоприятное по феншую место. А в комнате сестры там место более благоприятное для любви и понимания. Я говорю, это правда. Там место благоприятное. Сестра у меня год жила, 18 раз замуж уходила. Там место благоприятное. Там окно выходит прямо на воинскую часть. Ну, короче, пока сестра уехала в очередную свадебную командировку, мы с подругой нашу кровать перетащили в комнату сестры. А на место, где кровать стояла, мы диван поставили. А я собаку с дачи привезла, она на этот диван и легла. Короче, я лежу на новом благоприятном месте, жду страховых новых отношений. Муж пришел домой поздно, с рыбалки, хорошо нарыбаченный. И поперся сразу на неблагоприятное по феншую место. Лег. Собака его начала лизать. Полный феншуй. А муж-то нетрезвый. Вдруг собаку стал моим именем звать. Ира, ты какая-то сегодня не такая. Молчаливая, ласковая. Я молчу, собака тоже молчит. Даже диван не скрипит. А он говорит, Ира, такая ты мне нравишься. Как бывало в молодости. Молчим, целуемся, помнишь? Собака молчит, она же не помнит. А он вдруг говорит, Ира, а тебе денег хватает? Я чуть не заорала. А собака, она меня выручила. Она завыла. Как будто кобеля лет пять не видела. А он говорит, ладно, Ира, будут тебе деньги. И назвал 15 заначек на одной только кухне. А потом вдруг говорит, Ир, а может мы тебе шубу купим, а? Я лежу, думаю, что делать? Шуба пролетает. А собака, она же женщина. Она взяла его и лизнула. Муж говорит, ладно, Ирка, купим тебе завтра шубу. И заснул. А я на новом благоприятном месте от счастья захрапела. Ой, подруга приходит ко мне через три дня. Хотела мне совет дать. А я ей говорю, теперь ты сама не парься. У меня муж, лучший в мире муж. Шубу купил, денег дал, стиральную машину починил. Сам готовит, стирает, моет, убирает и золото дарит. Ничего не делала, просто десять минут помолчала. Правильно народная пословица говорит. Молчание – золото.